Микс Ньюс И также актриса Театра русской драмы Имени Михаила Чехова Татьяна Лукашенкова Здравствуйте Здравствуйте С наступившим Новым Годом Всех Всем привет Мы сегодня говорим Поскольку Новый Год был буквально 3 дня назад Вспоминаем о том Как отмечали Новый Год В 20 веке Что смотрели Что было на столах Какие хороводы водили Чем развлекались В общем все это Вы можете тоже вспоминать Вместе с нами По телефонам 67212-93-9 67213-93-9 Писать нам на ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Расскажите нам о том Как вы отмечали Самые смешные истории Связанные с Новым Годом Самая симпатичная Снегурочка И самый внушительный Дед Мороз А Татьяна Лукашенкова У нас сегодня Как раз в роли Заслуженной Снегурочки Латвийской Республики Потому что вот буквально до эфира Она нам рассказала Как ей вдруг неожиданно В Фейсбуке начали присылать фотографии Где она в роли Снегурочки Сфотографирована с каким-нибудь шкетом А этот шкет вырос Стал взрослым дядькой Лысоватым Может быть даже Лысоватым И теперь благодарные зрители Вспоминают свою Снегурочку И фотографии чудесные На которых они были изображены Вместе с ней Кстати, да, у нас идет прямая трансляция Еще и в Фейсбуке С аккаунта Татьяны Лукашенко Спасибо, кто присоединился Присоединяйтесь и задавайте вопросы Это действительно так Был какой-то год Когда не сговариваясь Мне люди стали присылать Фотографии, где я в костюме Снегурочки Рядом Дед Мороз Плохо слышно, да? Все-таки голос такой Голос, да Активный Понимаете, как Профессионализм Он ведь никуда не денется Ну и вот И прислали просто на месседжер И куда-то еще И даже оставляли в театре В конвертах Что, мол, посмотрите Вот вы с моим сыном Или с дочкой Вот, скажем там Господи, не хочу даже Озвучивать эти цифры Какое-то энное количество лет назад И вот какой он сейчас Это было приятно А вот анекдот про елки, да? Когда артиста Который всегда работал на елках Приглашает в Голливуд Предлагает ему миллион Но он узнает, что фотографии В смысле съемки намечены Как раз на новогоднее время И говорит Нет, нет, не могу У меня елки Да Вот реально Эта тема Деда Мороза и Снегурочки Она была для артистов Возможностью заработать Ну, как бы Какое-то время Может быть Вот в эти 90-е там Годы В конце 90-х Это был способ выжить Я поняла, Люська Я поняла Я расскажу Да Расскажу, что Конечно, способ выжить Это тоже все правильно И никуда от этого Мы не делись бы Но Я считаю, что к этому вопросу Чтобы этот бизнес удался Нужно подходить Было очень серьезно И мы именно так К нему и подошли Мы первое, что мы сделали Первый год мы отработали Присматриваясь ко всему А на второй год Мы за то, что заработали В первый год Шили себе совершенно Фантастические костюмы И когда мы появлялись Например, где-то Даже в частном доме Или на какой-то сцене Где был свет Мы все сверкали Мы были все в Сваровске У меня был натуральный мех Там кролика Пускай белого Но это была Роскошная Снегурочка С длинной белой косой И такой же был Дед Мороз Рядом И мы очень искренне К этому подходили Я сейчас абсолютно Вот, ну, как бы говорю Искренне, да То есть Мы не относились к этому Как к какой-то халтуре Да, вот именно Не как к халтуре А как К Какому-то чуду Которое мы дарили Этим маленьким детям А дети верили? Дети верили вообще Дети верили просто невозможно Они вокруг меня стояли Слезы Появлялись у них на глазах Когда ты звала Деда Мороза Да нет Вообще Просто они Когда видели Что-то вот такое Вот настоящее То они к этому Относились Как к настоящему То есть Мы для многих Я так понимаю Поколений Вселили вот эту веру Деда Мороза И я это говорю Абсолютно Так оно и было А где проходили Обычно такие вот Вечера В каких местах? Ну что вы Это же было просто Фантастика В шесть утра Мы просыпались У нас были детские сады По шесть По семь елок В детских садах После этого У нас был обязательно Какой-то взрослый корпоратив Который мы вели Точно так же Как с детьми Потому что взрослые Те же маленькие дети Которые В принципе Тоже ждут чуда И они его получали Ну немножечко В другом качестве Конечно Но это чудо Имело место быть И вот были такие дни И таких было Скажем С Какого-нибудь Тринадцатого С пятнадцатого Декабря И практически До старого Нового года Ничего себе Это режим был Очень крутой И Конечно же Мы уставали Я даже в каком-то Интервью говорила Во время Нового года Снегурочка худеет На десять килограмм Это действительно Было так Потому что Ну как бы Такая Машина Закручивалась И вот она Останавливалась Только вот После Каждый день Было буквально По несколько Каждый день Да А если еще У нас например Попадали какие-то Спектакли То мы значит Отыгрывали спектакли Я помню Никогда не забуду Когда мы играли Спектакль Маугли У нас был такой Детский спектакль А у меня были Ёлки в садике И вот Скажем там С двенадцати До пол первая Должна была Отсутствовать То есть мы выстроили Так ёлки Я отыграла Три ёлки В детском саду Надела костюм А я играла Багиру Немного Немало И я вот в этом Костюме Багиры Вот в этой Обуви В которой я выходила На сцену Что конечно Господи прости Это неправильно было Но неважно Я в садике Переоделась Из снегурочки В Багиру Прыгнула в машину Добежала до театра И выбежала Прямо на сцену Потому что я прибежала Минута в минуту Ну и все Так же отыграла И так же обратно Да нет Было много Всяких таких вариантов Татьяна Ну вот Насколько я помню Наше знакомство Мне сказали Вот Татьяна Лукашенко Борис Плоских Это лучшая Ведущая в Риге И вот Если вы хотите К ним попасть То надо заранее Заранее записываться И действительно В тот год Когда я хотела Вас пригласить Невозможно было А на следующий год Мы договорились Тоже очень-очень заранее Я так понимаю Что проведя Один Новый год В детском саду Или в коллективе Каком-то Вы получали Тут же приглашение На следующий Конечно И что Получалось Что каждый год Вы делали новый сценарий Абсолютно В этом-то и была Наша фишка Мы каждый год Писали новый сценарий И он был такой Замечательный Что он был интересен Не только Детям А нет Чтобы издать Ну Люся У меня есть Кстати Эти сценарии Они сохранились И они прекрасные Я даже думаю Что может быть Мне уже заняться Продюсерством Взять каких-нибудь Молодых Задорных Сделать с ними Эту сказку И где-то ее Вот просто Предлагать На Новый год Потому что Они написаны Я считаю Что за патентованная идея Да Они знают Что конечно Меняются Мультяшные герои Но все равно Какая-то Классика остается А кто был Тогда вот Популярен Ну как У нас был Шипокляк И Чебурах Бабушка Которая Хотела Отомстить Волку За серого Козлика А вот Алиса И Базилиева То есть Шипокляк И Чебурах Выходили А потом Деда Мороз Выходил сначала Например Там один Потом выходила Шипокляк Потом уходил Чебурах Нет Потом уходила Чебурах Значит Разбирался Шипокляк Она уходила Я переодевалась В Снегурочку Потом уходил Чебурах То есть Я Снегурочка Уже выходила И мы уже звали Деда Мороза То есть Мы были два в одном Мы были и Грубо говоря Тут я играла Эту Шипоклячку И тут же я была Прекрасная Снегурочка Снегуркой Люди называют Меня уже немало лет И все ребята Верно знают Что Дед Мороз Родной мой дед Метели снежные Вьюги Мои ближайшие подруги Ну и так далее А кстати Вот я хотела сказать Что я подумала Об этом И действительно Это оказалось так Что Снегурочка Это чисто Вот советский феномен Да То есть Во всех странах мира Санта-Клаус Существует Соло Никакой Снегурочки У меня там нет И вообще Как бы Санта-Клаус Западный Он с Дедом Морозом Имеет мало общего Но только может быть Где-то раскраской Потому что На самом деле Дед Мороз Это Так сказать В нашей мифологии Устоявшийся Это такой Какой-то Богатырь на пенсии То есть Он Так сказать Внушительного роста Там В красивой Длинной шубе Толщинки Подкладывали Толщинки Подкладывали Да Не в ту же урочке Какой-нибудь Как Санта-Клаус И подвязан Не ремешком А кушаком И вообще Он такой Весь роскошный А Снегурочка Появилась Опять-таки Тоже Из Так сказать Российского Фольклора Из Сказки О Снегурочке Вот И Первая Кремлевская елка Которая прошла В 1937 году Уже Имела Этих Двух персонажей И Деда Мороза И Снегурочку То есть Снегурочка Приходила Деду Морозу Внучкой Как ты уже сказала Правильно Вот И Сценарий Кстати Для этих елок Писали ведущие Советские писатели Лев Касиль Например Да То есть Вы где-то С Львом Касильем В Фонарном плане Ну Слава Богу Что Борис Он же Значит Дед Мороз Он действительно Очень талантливо Писал Ничего не могу сказать И Это действительно Было Очень здорово Родители Были в восторге Детям это тоже Нравилось Все смеялись Все радовались И к тому же Мы были Действительно молодые Очень красивые А подарочки Подарочки Конечно А что нужно было Сделать Чтобы Получить Подарочек Ну В детском саду Была программа Там Подарочки Раздавались Всем А если Это были Скажем Какие-то Площадки Вот у нас Такой клуб Был Зарзона Потом Вернисаж Вот мы там Делали елки Потом В большой Гильдии У нас Тоже Были Мероприятия Они были Такие От профсоюзов Ну там Были какие-то Призы Всегда Были какие-то Спонсоры Я вот помню Спонсорами Являлась Компания Которая Предлагала В Латвии Сникерсы Мама моя дорогая Этих сникерсов Было невозможное Количество Чупа-чупса Сникерсы Раздавали Абсолютно Щедро Вот прямо Вот так Вот всем Отдавали Потому что Ну а куда их Надо же Детей тоже Радовать Тем более В то время Это Был приятный Подарок А детишки Что читали обычно Ну вот Ну что они читали Классику Какую На табуреточку Там табуреточка Маладия Да по носу дала И такое бывало И даже бывало Я вам скажу И по горячейски Стишочки Но это понятно Что Это было редко Ну что учили в садиках То и читали Смешно Мне все равно Так это нравилось И мне всегда говорили Таня давай быстрее Потому что детей много Надо Я не могла Их не выслушать Это было потому что Те глаза Которые они на меня смотрели Я просто умилялась Оборвать же ребенка Ну это же ужасно Он учил Весь год Это стихотворение Ну конечно И поэтому старались Как-то сделать Так чтобы всем было хорошо А когда приезжали В садик Куда ходила моя дочь Которая была точно В таком же костюме Как у меня Только она была маленькая Она сидела красная Как разведчица Понимала Понимала Но верила все равно Что это Снегурочка Вот это было тоже забавно Ей все говорят Это ж твоя мама Нет Это Снегурочка Говорила Дашка Дашка привет Если ты меня смотришь Но не вижу что смотришь Выходи в прямой эфир Что было на новогодних столах Что вот Какие Как менялся Стол Стол С годами Ну слушайте Ну понятно что Каждый год Если касательно нас Ну хотя бы Да Ну как Дело в том Что я вам скажу больше У меня Вот этот год Был наверное Один из немногих годов Когда я отмечала его По ту сторону То есть я была не на сцене А в зале Как приглашенный гость И это было не дома Это странное ощущение Вы думаете Я усидела на месте Нет Все равно я выскочила Несколько раз Сказала какой-то тост Что-то спела Но потому что Это новый год И хочется Чтобы это как-то Праздник этот был И я была его частью И это было не потому Что я там Хотела как-то там А вот это невольно Происходило Вот Насчет столов Поэтому у нас Вот Когда мы были Дедом Морозом И Снегурочкой Не было новогодних столов Практически никогда Это были переходы Перебеги Из одного места В другой Я помню Новый год Когда у меня было Пять точек Вот был Новый год Новогодняя ночь Именно Да Вот Новый год Вот основное место Скажем работы С 10 до 12 В 12 все выходили на салют Мы ноги в руки Мешки свои Коробки и чемоданы Переезжаем в другое место Тогда я помню Был клуб 69 Три зала Потом еще какое-то одно место Вот какой-то ресторан И закончили мы все Вот здесь вот В старом городе Вот уже В ночном тоже клубе Но там я не только Снегурочкой выходила Там у меня еще были Другие персонажи Которые тоже там Что-то пели Что-то делали Мы принимали участие Вот в этом галоконцерте Который шел А все это классическое Там нальют Тут нальют Не узнают И убьют Нет Вот налить можно Когда ты закончишь работу Вот я никогда не забуду Когда у меня даже Какая-то фотография По-моему есть Когда я сижу В этом клубе Там места было мало Негде было переодеться На какой-то Испорченной колонке Которая уже не работала Шапочка моя На бекрень Мне принесли бокал Шампанского И мне показалось Что я просто Выпила целую бутылку Да Потому что И утром мы всегда были Где-то часов Пять В шесть утра Но Мамочка моя любимая Дай бог ей здоровья Если она меня слушает Это будет очень здорово Всегда Мне Нам резала Мясной салат Клала его в холодильник И ждала у меня уже шампанское Вот Мы разбирали В большой комнате кровать Не в спальне А там где был телевизор На тот момент И вот мы приезжали Высыпались И уже Как бы вторая часть дня Вот происходила в том Что мы ели этот мясной салат Запивали его шампанским И смотрели Песню года Не побоюсь этого слова Ну или какие-то фильмы Которые показывали тогда И так было Но на протяжении Сумасшедшего количества лет Ну что же У нас сейчас как раз Будет время Небольшой паузы После которой Вы можете тоже звонить Делиться своими воспоминаниями Как вы встречали Новый год Может кто-то был на елке С Татьяной Лукашенко Да Интересные Фоточки Шлите Фоточки Фоточки Шлите 212-93-9-6-213-93-9 Напоминаю Телефоны в нашей студии Ну а пока Небольшая пауза Продолжаем программу Очевидец И я напоминаю Татьяну Лукашенко Сланд Снегурочка С опытом Стажем С хэштегом Да С хэштегом У нас сегодня в студии Мы вспоминаем Как встречали Новый год Удавалось ли посмотреть Телевизор Никак Да Или только на первое Как бы нет Практически нет Потому что Например 31-го числа Мы с утра переодевались И ездили по домам По друзьям По близким Каким-то людям Мы не особо так Это Ну просто Если кто-то нас просил Это сделать Мы всегда приезжали Мы их не оставляли Без внимания Таких Тань Вот я вспоминаю Историю Своей Дочери младшей Она Все время Нет Однажды она нам сказала Уже в начальной школе Учаясь Что У нашей учительницы Анны Брониславной Деда Мороза Все какие-то фальшивые А может это Анна Брониславная Выходила этим Дедом Морозом Нет Я думаю Что-то иногда случалось Ну понимаешь Вот У детей Значит Все-таки Был какой-то Так сказать Чек Ну да А в 70-е годы Я помню Как в школах Там ведь был Жуткий дефицит Выдавали Как раз Наборы Каждый ребенок Получал мангарин Были грецкие орешки Были конфетки Такие вот С такими штучками Из моего детства Это вот Ну их купить было Ну невозможно Очень сложно В магазине И вот И как раз Вот этот вот Набор на праздник Это было просто Такое счастье детское Да Я его помню Ну время было такое Сейчас конечно У детей в этом смысле Проблем никаких нет И Да даже тогда Когда мы ездили по домам Заезжали К некоторым детишкам домой Так Родители вносили 4-5 вот таких вот Огромных мешков С меня ростом И это были подарки детям А их там было Например Три ребенка Их надо было раздать И не перепутать Дашка Вот ты сейчас подключилась Я могу сказать одно Что Наш ребенок Всегда имел Самый крутой подарок Вот по тем временам Будь то домик Для Барби Там я не знаю Ну что-то такое То что вот Именно на тот момент Я не знаю Какой-нибудь фербик Но это были дорогие игрушки У Даши все это было Ты помнишь Доченька Было Вот Поэтому мы в этом смысле Никогда ее не обделяли У меня вопрос такой Ну когда мы познакомились С тобой Вы уже использовали Там фонограммы Минусы И так далее И пели в микрофон И так далее Вот как менялось Техническое оснащение Деда Мороза и Снегурочки С годами Ну вот ты сейчас Заикнулась Об сценарии Которые у меня сохранились Так вот они все написаны На пишущей машинке А некоторые Первые Вручную Потом естественно Они печатались в компьютере Там уже было все проще И в компьютере Сохранялась вся музыка Которая была нам нужна Плюс ко всему Мы записывали Некоторые фонограммы Потому что голос не выдерживало С голосом тоже же проблема Представляете По шесть По семь сказок Играть в детском саду Потом отработать корпоратив В общем-то Толком не поспать А утром опять ехать В детский сад И были такие моменты Когда я например Просыпалась И вот так вот Разговаривала Я ничего не могла сделать Я тогда Искала По городу То место Куда можно было приехать Сделать горячий укол Хлористый В Вену Потому что он открывает Связки И ты хотя бы можешь говорить И это было счастье Когда оставались Какие-то несколько там Часов даже Или Если уж день Так это вообще просто Бомбически Когда ты можешь восстановиться Конечно все менялось Технически менялось И свет менялся И какой-то реквизит Менялся Я помню Мы в те времена Как раз недавно Об этом вспомнила Кстати Мы все время Искали какие-то Необычные игрушки Которые пищали Которые квакали Вот у нас было Три утенка Которые пели там Та-та-та-та-та-та-та Та-та-та-та Для маленьких детей Был кот Который мяукал По хлопку То есть под елкой Где-то Для детей Это было Просто Бомбически Был миша Который храпел То есть Я искала их Мы их просто Вот искали 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 Чтобы они были И потом конечно Мы старались думать Над костюмами Тех персонажей Которыми мы выходили А какие фонограммы Использовались Фонограммы записывали У людей В студии записывали Чтобы они у нас были И потом мы их использовали Вот весь новый год А какие песенки Ой да Это в основном Я помню это Как это Начинался день Сегодня очень хорошо Вот это вот Солнце моё Та-ра-ра-ра-ра Ах Дед Мороз Где ты бродишь Так это вообще Была история Потрясающая Видите как я могу Долго про это говорить Ничего что я А не вы Да-да-да Конечно Тогда хорошо Рассказывают дальше Значит был день Когда мы сели И поехали на елку Елка была Клуб Аврора Помните на Сараде Там у нас были Тоже организованы елки И было много детей И всё было прекрасно И вот мы выезжаем Приехав домой Наверное в 6 утра Потому что был В Адмирал клубе Очередной новогодний корпоратив И у нас происходит Авария Прямо на дороге А нам надо ехать в клуб Потому что там ждут нас дети Мы звоним нашему другу Стасу Флоренцеву Который жил Буквально в нескольких домах От этого места Мы говорим Стас Привези нам денюжку Чтобы расплатиться За этой женщиной Которой Мы немножко там Побили машину Он нам привёз Мы рассчитались И пулей поехали Значит туда Ну то есть машина была На ходу Ваша Выходим Переоделись Почти что опоздали Но не опоздали Всё равно Дети ждали Уже всё И вот я И вот я выхожу Там были Которые педагоги Очень хорошо Раз в два Делалось На фотосессию Богатый костюм Сказывает ваша гостья Дом культуры Самая главная проблема Бандиты мешают ему Не бандиты наверное Если это был Буратино Наверное Базилио и Алиса Может быть Нет Они потом появились Это что были В 80-е Он говорит Это бандит Идея была такая Это всё должно было Сниматься На видеоплёнку Ну тогда На кинокамеру Снимал Господин Масальский Известный тоже человек Да Турецкой киностудии Да Значит Да Съёмки начинались В Имонте На кольце Трамвая Если помните Там такие горки есть Угу Да Есть Значит Ну вот Всё начиналось оттуда Дед Мороз и Снегуржик Пробиваются Наша цирковая студия Маргарита Ефимовна И вот сейчас забыл К сожалению Его мужа Гусевы Они руководили этой студией Они профессиональные гимнасты были Угу Значит Там с кувырка С ранними С кульбитами Понятно Ну хорошо Понятно что закончилось Всё хорошо Вот просто у нас Достаточно ограниченное время Вы Я сейчас скажу про Евгения Ванча Тоже Потому что Он тоже был великий Дед Мороз И Он когда пришёл в садик Это его анекдот Это его история Когда он пришёл Заиграло Лебединое озеро Он выходит и говорит Ребята Эту музыку написал Пётр Ильич И все дружно Ленин Ну это вот такая история Которая А кстати по поводу Ленина Вот я посмотрел Программу новогоднюю Вот что смотрели люди Господи Ведь вот Какие развлекательные были программы Навстречу 25-му съезду КПСС Это вот программа 31 декабря Балдеть Что люди смотрели Или например на другом канале Был замечательный вечер Передовиков социалистического соревнования Коломенского района Московской области И вот Ну понятно Дорогие товарищи Да И вот в принципе Вот ведь настолько Было Ну такой дефицит Дефицит Ну чего-то Развлекательного В то время Что я понимаю Что любая ёлочка Это было какое-то Ну вот безумное Вот событие Для каждого Ведь Ребёнка Я до сих пор помню Я в клуб Имени Дзержинского Вот Сейчас на Базнице С которой Господи Это Ну сейчас там церковь опять Да Баптистская Потому что очень готовились к Новому году Очень его ждали Это был такой праздник Сейчас я не знаю Вот Может быть Ну у меня такое ощущение Что как бы немножко у меня всё-таки праздник Чуть-чуть стёрся Вот я его так вот не воспринимаю А ведь раньше сидели всей семьёй Резали салаты Это оливье Я мечтаю Что такое конечно же начнётся И в моей семье Которая вот Будет развиваться И увеличиваться И что возможно Что мы Будем так же резать салаты Но В принципе я за то Чтобы работать Вот работать в Новый год И это хорошо Много людей Много энергий И как бы ты себя чувствуешь Достаточно Такой полноценной Татьяна А как вот Можно объяснить Вообще вот этот феномен Нового года Его уже нигде наверное Кроме как в бывшем СССР Так вот не празднуют Широко То есть обычно Празднуют Рождество Что и было там В Царской России тоже Да Ну то есть Новогодний праздник Вот как Как он сегодня У нас существует Это наверное Наш такой Чисто постсоветский феномен Ну в общем то да Ну хотя знаете что Я за праздники Если есть такая возможность Их отмечать Дарить подарки Говорить хорошие слова Друг другу Ну почему не устраивать праздники Наша жизнь Она такая быстротечная Поэтому пускай будет Как можно больше праздников И пускай будет Новый год И пускай дети Все таки верят В Деда Мороза Я хочу сказать Что вот в Америке Например там есть традиция Вот в Нью-Йорке Праздновать Таймсквер И я вот с удивлением Прочитал что Семь с половиной Миллионов Туристов Приехали специально Вот на вот этот Праздник в Нью-Йорк То есть в принципе Ну в Америке Хотя бы вот в Нью-Йорке В Новый год тоже Вот очень любят Отмечать и встречать Ну конечно Во-первых И в Нью-Йорке Там уже сколько Эмигрантов-то поживает И в Израиле я знаю Вот у меня подруга живет Тоже отмечают И как бы Ну да И весь повод Сделать Оливье Лишний раз А что еще было На столах Вот в то время Ну насколько Удавалось накрыть Стол Потому что мы помним Что были же времена Дефицита продуктов Слушайте Ну я не до такой степени Как бы могу вам сказать Что было на столах Тогда-тогда-тогда В детстве я помню Что все равно Как бы там ни было На Новый год На столе было все Хотя жили скромно Но каким-то образом Доставалось Как-то появлялось Как-то вот Шампанское было дефицитом Да все было дефицит Все было дефицит Но у меня есть такая Фотография новогодняя Где мама-папа Видно салат этот Оливье И такие знаете Красивые сардельки На вилке И вот какая-то там Стоит Какой-то алкоголь Не помню Там на столе Ну тоже скромно Но по тем временам Наверное Было это здорово Елка Насколько вот Елочные игрушки Насколько вот Украшение елки было Ритуалом Я помню свою детскую елку Она была все равно Прекрасна Папа сам Своими руками Делал эти лампочки Потом эти лампочки Можно было купить И вы знаете Что я вам сейчас Одну тайну открою Некоторые мои близкие Это знают Мне в жизни Не хватило этих лампочек Поэтому у меня сейчас Елки нет А велосипед Наряжен лампочками Который является Моей елкой У меня лампочки везде Я их обожаю Я хочу один раз Вот так вот выйти на улицу Вся в лампочках А у меня будет улица Вся в лампочках Вот как эта Кока-Кола Ездит вся блестящая Вот я так же хочу Вот мне не хватает Этих лампочек Вот этот вот может быть Вариант Которого не хватило В детстве И может быть Не хватило уже потом Потому что потом Уже началась другая жизнь Связанная с работой В этом празднике Да И елку например Мы один раз Только ставили Елка была вот у бабушки Где Даша была На Новый год Потому что мы всегда работали А у нас ее не было Потому что не было смысла Ее ставить И один раз В одной компании Нам подарили Совершенно фантастическую елку И муж Где-то в течение Там недели Двух Он объехал все Что можно было И купил Ну просто какие-то Сказочные игрушки Елки Антикварные что ли Старинные Не антикварные Они современные Но они потрясающие Они сделаны Под вот этот вот винтаж В большей своей степени И эти игрушки Перейдут В семью моей дочери Потому что там их так много И они фантастические Надо будет только Ставить елку А игрушки у нас уже есть Потому что я помню У нас игрушки Действительно Ну добавлялись Вот каждый год Одна-две игрушки Приобретались И вот это Такая прямо коллекция Вот когда их доставали Перед Новым годом Это было очень Да они еще завернуты Такую салфеточку Или в вату Там например Да чтобы это было Чтобы не побились Не побились Да Драгоценные И каждая игрушка Ассоциировалась С определенным годом Вот она появилась Вот столько-то лет назад Это столько-то лет назад А это было еще Когда там был жив дедушка Условно говоря Вот такая Ну вот Ну я думаю Что у моей мамы Тоже сохранились Эти игрушки Они сейчас Большую елку не ставят Ставят такую маленькую Поэтому нету смысла Наряжать Но у нее тоже есть Наверняка Какой-то ящик Уже антикварных игрушек А сейчас Я знаю Я даже и дарю Своим подругам Иногда на Новый год Какие-то очень интересные Игрушки Игрушки не дешевые Даже очень Это такой полноценный Подарок получается Да Я люблю дарить Новогодние игрушки А вот Дед Мороз и Снегурочка Были у вас В семье Ну такие Я не знаю С чего их делали Без папьема шеи Их делали Да То есть они тоже Были наряженные И Они стояли под елкой Потом они постепенно Значит склонялись И там как-то Их поправляли Подклеивали Потому что Наверное Купить такого Деда Мороза Было У кого-то они были Пластмассовые Я помню потом Сейчас мне кажется Не продают уже таких Сейчас продают Вот этих Санта-Клаусов Таких дорогих В этих В белых кушаках Вот в этом клопачке А получается Что Снегурочка Вот из-за того Что Санта-Клаус Вот вытеснил Ну Деда Мороза Можно сказать Ну сейчас Вот из образа Она Ну вот У нас в стране Все менее востребованы Да Вот знают ли вообще Вот О существовании Снегурочки Современные дети Ну я думаю что да Но почему нет Снегурочки есть везде Вот и во всех этих Детских я думаю Елочках Ну где-то может быть Только один Дед Мороз Времена меняются Кто-то на чем-то экономит И конечно Расстрадает Снегурочка Но Когда мы были Мы были одно целое И нас не отодвигали На второй план Хорошо Ну вот смотри Получается что Вы буквально Ложились костями Да В этих новогодних праздниках Если готовы были Даже извини меня Укол сделать Для того чтобы Восстановить голову Да Это было очень сложно Это я просто Это у всех Вот кто меня смотрит Уже невозможно было Подвести да То есть понимая Что дети ждут Ты в любом состоянии Так сказать Духа и здоровья Все равно Должны работу делать Ты будешь петь И говорить Стоя на цыпочках Мне все время Казалось что Когда я становлюсь На цыпочке У меня сразу Голос будет повыше Вот я вам серьезно говорю То есть это Ну это очень сложная тема Голос это вообще Конечно Это надо его беречь Было и как-то Но все равно Это все было Как было Было как было Уколы делали всегда Уколы Какие-то таблеточки Какие-то спреи Какое-то масло Все это делалось Чтобы ну как бы сохранить Но это очень большая Нагрузка И это дети Иногда приходилось Грубо говоря Не шепотом с ними Разговаривать А как бы Немножечко так Это погромче Еще когда микрофонов Не было Наверное В садиках В садиках Не было микрофона Они слушались Вообще там Было ли что-то Ну может быть Там шумели Там Нет Но дети же Они ведь очень так Реагируют Как бы сказать Очень непосредственно Они если видят Хорошего Они за него Плохого Они против него Там например Этот самый Не знаю Чебурах хороший Значит он хороший А шапокляк плохая Значит мы можем Покричать Я там скажу Я вам сейчас делаю Вот это Они нет Я говорю Вот да Нет Ну вот началось Вот А уже когда появлялись Дед Мороз со Снегурочкой Тут уже извините Тут уже просто вот Можно было вот так вот начать И они все вот так вот Замерев Замерев Конечно Праздник пришел Кстати я хочу напомнить Нашим слушателям Что праздник-то пришел Продолжаются И новогодние В театре Концерты Концерты Да Вот это Какой-то Ну такой отголосок Получается Тех вот Что это Что такое Рождественский концерт Который идет у нас в театре Это В общем-то Такая традиция Была во многих Латышских театрах И в Дайлас театре И в Национальном театре И в Лепайском театре И мне кажется В Валмерском театре И в Даугапилском театре У нас ее не было И вот в этом году Мы решили сделать Попробовать Сделать такой концерт Там ничего особенного Но Я имею ввиду Сюжет Сюжет Очень простой Просто Люди Застряли В аэропорту Потому что Снег идет По метеоусловиям Рейс откладывается Ну и вот Начинается Одна песня За другой Одно из другого Вытекает Ну и в конце Концов Объявляют Посадку На рейс 2019 2020 Аллилуйя Ну вот И все очень Очень принимается Хорошо Зрителям Они Как дети становятся Они слушают И песни У нас очень хорошо Поют артисты В театре Браво нашим всем Артистам Музыкальным руководителям Режиссеру Всем кто создавал Эту историю Она действительно Выстрелила Получилось И я думаю Что это станет Публика приняла Да Очень Билетов нет Билетов нет Местов нет Ну так Это прекрасно Что в людях Несмотря на все Так сказать Сложности Современной жизни Остается Тяга к празднику Тяга к чуду И Способность Непосредственно Реагировать На Радость На Песню На Хорошую энергию Которая идет Артистов Да Это правда Это я тоже За это И если это положительная энергия И если она еще И дает Радость Этим людям Они выходят С хорошим настроением Пританцовывая Из зала Ну тут вообще Все замечательно И все получилось Олег привет Вот коллеги Подключаются Насколько Что можно пожелать Вот Следующему поколению Снегурочек Какими Они должны быть Чтобы современных Детей Которые Вот с гаджетами Которые уже сидят Больше В компьютерах В телефонах Их увлечь Чтобы они поверили В сказку Смотрите Что я хочу сказать Я с этого начала Когда все по правде Когда Действительно Снегурочка Выглядит Именно так Как ребенок Ее себе представляет Когда Дед Мороз У него не видно Нигде ничего Он настоящий Вот Ну настолько Что И вот ты уже на них Смотришь Это первая Вера Которую 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 К тебе Располагаются А в остальном Конечно Только Искренность Любовь И доброта И вот Я еще раз Повторяю Я никогда Никакой Дополнительной работе Которую у меня Было достаточно Много Не относилась Как Вы знаете Бывают Говорят А у меня Халтурка Сегодня Ой я не могу У меня Халтурка Вот не Халтурка Это Я говорю Это абсолютно Честно Это Мероприятие Пускай даже Мини спектакль Именно такой Куда ты приходишь По настоящему Истину Страстей Правдоподобия Чувств Так Говорил Великий Станиславский Это прекрасная Мне кажется Нота На которой Мы уже можем Заканчивать Сегодняшнюю программу Очевидец Я напомню Что сегодня Мы говорили Про Новый год Про традиции Как встречали его Много-много лет назад И сейчас И сейчас Встречают Татьяна Лукашенкова Актриса Снегурочка Была в нашей студии Людмила Прибыльская Олег Пек Спасибо Спасибо огромное Всем кто был в эфире С Новым годом Еще раз